Сегодняшняя тема. Из 160-180 младенцев, рождающихся каждый день, только один, родившийся 22 сентября, откроет новый миллион численности жителей города. При этом чиновники из комитетов по здравоохранению и соцполитики дают себе запасной день, если вдруг 22 сентября умерших в Петербурге будет больше, чем родившихся, ждать малыша будут и на следующий день, 23 сентября. По данным комитета по здравоохранению, 24% рожениц в Петербурге, приезжие из соседних областей и государств. И даже если пятимиллионный малыш окажется непетербуржцем, это не станет преградой для награждения его почетным званием. Чтобы не пропустить точное время рождения юбилейного ребенка, во всех работающих в этот день роддомах будут заполняться анкеты, в которых будет указана информация о маме и малыше, точное время его рождения. Затем статистики Петербурга дают себе еще один день на подсчеты, сравнят, сколько человек умерли, сколько уехали из города, и через некоторое время обещают объявить имя ребенка пятимиллионника. Численность населения Петербурга уже переваливала за 5 миллионов человек в 80-е годы. Теперь первый пятимиллионный петербуржец Павел Русанов, родившийся в 1988 году, поздравит второго пятимиллионного малыша 2012 года. Остальные подарки пока держатся в секрете, известно только, что родителям юбилейного малыша разрешат произвести залп из пушки Петропавловской крепости. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.